Автограф Поля Маккартни В школе я все время сидел на последней парте. Как-то была гнетущая атмосфера. Мы всего боялись, мы били себя тихо, мы там всему подчинялись. «Так, ребята, — говорит учитель, — сейчас все вместе, всем классом идем в такую-то аудиторию, и вас принимают в пионеры». Все, и все шли как бараны, и потом повязывали галстуки, и мы бежали домой. Но я всегда снимал галстук, когда я выходил из школы, я снимал галстук, один раз я забыл его дома. И я прибежал в школу утром, я тут же напоролся на учителя, который мне говорит, «А где твой галстук?». И поэтому, когда в 57-м году появился рок-н-ролл, для меня это было как отдушина. Я подумал, вот это да, как мне повезло, какая красная штука, вот это веселье. И мы начали веселиться, мальчишки. Мы сразу стали собираться вместе, слушали пластинки на костях, выпивали когор какой-то, доставали какие-то ментоловые сигареты. Денег-то никогда не было. Вот эти два рубля, которые я тратил на пластинке, это мама давала мне на школьные завтраки. Я оставался без завтрака, но я покупал этот диск, сори, эту гибкую пластинку на костях, и слушал ее дома. А потом с кем-нибудь, мальчишек, обменивался на новую, опять что-то новенькое слушал. На середине реки я как бы плыл всегда. На одной стороне колючая проволока, лагеря, эти газеты дурацкие, это гундосище радио. А на другой стороне рай. Райские кущи, добрые люди, улыбающиеся, красивые, поющие. I wanna hold your hand. У меня был Битлз-клуб подпольный на Ржевке. Колоссально работал. Каждый день ко мне была очередь. Все приходили с макетофонами, все переписывали, все тащили что-то. И вот ты видишь, сейчас 50 тысяч фотографий Битлз. Несколько раз после концертов я домой не приезжал, потому что нас арестовывали, держали, допрашивали в отделениях милиции. Только утром отпускали. Я фигурировал в Америке в 89-м году, именно как послал рок-н-ролла. Часто говорил то, что я думаю, но все равно страх от совка, он вошел уже в кровь и в кость. Поэтому я до сих пор совка боюсь. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand.